Всем привет! Только что прилетел в Москву, и тут у них происходит прямо в аэропорту в Домодедово какая-то вот выставка. Выставка автомобилей! Тут у нас с этой стороны всякие разные европейские автомобили представлены. Вот старые европейские автомобили типа, вот, как это даже произносить, я не знаю, вот, но вы меня поняли. Шенард и Вахер, вот. Короче, куча всяких названий, которых мы не помним и не знаем, потому что таких машин уже нет. Но даже есть те, которые мы еще знаем, типа Ситриан. Опять те, которые мы не знаем. Ну и опять Пежо, которые мы знаем. А тут представлены всякие разные британские и американские модели. Там есть Уиллис, вот. И здесь есть знаменитые американские Форды. Фиат. Митчелл. А это вообще классика жанра Pontiac. Ford Model T. Самый известный американский автомобиль. С этого автомобиля Ford сделал конвейерный система сбора автомобилев. Вот. И сделал автомобиль доступно для каждой семьи. Для любой семьи. Вот такой вот кусочек истории здесь у нас в Домодедово. В нашем современном мире очень многие люди говорят про альтернативные всякие виды транспорта, энергетики и все такое. И говорят, а почему вот за последние сто лет не так сильно изменился вообще индустрия автопром. То есть, ну понятно, что эти машины сильно отличаются от тех, которые мы сегодня ездим. Но, по сути, не такая вообще большая дикое развитие, как мы могли бы ожидать. Особенно, если представить себе или как-то немножко вообразить, что в начало двадцатого века был переход от вообще пешкодраб, велосипед и конная тяга, как единственные виды транспорта, но хорошо там еще паровоз, до того, что такие вот машины начали ездить по всему миру, не только в Америке и Европе, но по всему миру. И стало доступно для очень большое количество населения планеты. Вот. Как мы уже увидели с вами, один из тех моментов, которые очень интересны здесь, это то, что куча-куча-куча-куча автопроизводителей. Я хочу, чтобы вы об этом немножко подумали, чуть-чуть, пять секунд. Начало двадцатого века. Никто не знает, что будет дальше. Никто не знает, что автомобиль будет пользоваться таким диким спросом, что каждая семья захочет иметь автомобиль. Тем не менее, конкуренция дикая. Стараться захватить рынок. Вот. Куча всяких разных компаний во всех странах мира, но не всех, но всех промышленных странах мира начинают производить автомобили, да, то есть, как бы даже в России. Вот. И, ну, есть вот эта дикая конкуренция, да, то есть, и, ну, со временем куда-то конкуренция делась, да. И можно сказать, вот это форды, там, монополисты, они там вытеснили всех из рынка. Но я хочу вот просто для вас немножко представить одна идея. Очень важно здесь понять, что когда никто вообще не знал, что машины будут такие популярны, там было очень много людей, которые были готовы складываться и начинать новые компании по автостроению, да. Но когда уже автомобиль стал известным фактором, почему-то один форд или, там, несколько, там, десятка компаний могли сделать монополия. Как-то странно. На самом деле, что произошло? Регуляция пришла. Регуляция пришла в этом отрасли, как она приходит в многих других отраслей, и она вытесняет или поднимает порог входа на рынка для мелких игроков. Если мы хотим увидеть настоящее развитие в сфере альтернативной энергетики и личный транспорт, если мы хотим, чтобы были летающие машины, там, или еще что-нибудь, очень важно нам понимать, что путем урегулирования, путем госконтроля мы этого не добьемся. Нам нужно больше свободы во всех отраслях, да, то есть, ну, и тем более, вот в таких очень сложных отраслях, как автостроение. Ну, естественно, в таких менее сложных отраслях, ну, даже более важные, как фермерство. Поэтому давайте, думайте об этом, когда вы думаете, в следующий раз, когда вы думаете, вот, надо заставить их сделать то, всегда запоминайте, что заставлять их делать то, это обозначает, что заставлять тебя делать что-то тоже, и, может быть, ты являешься той причиной, почему новые стартаперы не могут начать. Ну, все, давайте с Богом, может быть, что-нибудь дальше увижу в Москве и расскажу об этом.